Местное самоуправление Задайте вопрос главе города Чебоксары В программе Местное самоуправление Новая рубрика Убрать нельзя оставить Как решился вопрос о сносе ряда ларьков и киосков в Чебоксарах Яркая, информативная, портящая фасады Как планируют наводить порядок в сфере наружной рекламы Задать вопрос главе города Чебоксары И получить на него ответ Теперь у вас есть такая возможность Наша съемочная группа будет регулярно работать на улицах столицы Чуваши А затем передавать ваше обращение главе города Чебоксары Ирине Клементьевой Итак, пойдемте посмотрим, чем поинтересовались горожане в этот раз Итак, Ирина Всеволодовна у нас в студии Сейчас, как мы и обещали, она услышит и ответит на ваши вопросы Ирина Всеволодовна, здравствуйте Здравствуйте Ну, сразу скажу, мы вышли с вопросами в сквер национальной библиотеке Там гуляют мамочки с детьми, родители И вот, наверное, первый блок вопросов все-таки от них Когда будут выдавать места, предоставлять детям места в садиках от полутора лет? Ну, да, такой вопрос, который многих, наверное, волнует Да, эта проблема очень волнительная Потому что была у нас поставлена задача Чтобы детскими садами дети от трех лет были полностью обеспечены Этой задачей мы добились Сто процентная обеспеченность У нас нет детей старше трех лет в очереди в детские сады Но с полутора лет это уже как бы другой уровень задачи И сегодня мы пока такую задачу себе не поставили Но, тем не менее, у нас детские сады есть Где дети посещают и с полутора лет, и чуть позже А такие детские сады, где, в общем-то, есть возможность принимать детей А вот там, где очень совсем непросто Это новые микрорайоны Это там, где построено новое жилье И должной инфраструктуры нет Конечно, здесь предоставить так быстро с полутора лет Нет пока такой возможности И мы себе не ставим такую задачу Еще следующий вопрос, уже немножко другого характера Тоже от родителей Ирина Всеволодовна, у нас к вам вопрос Нам очень интересно, как вы воспитываете ваших детей И одновременно занимаете такую высокую должность Ну вот, интересуется Как воспитываю? Я, в общем-то, уже бабушка и воспитываю детей уже как бабушка А сын мой уже сам самостоятельен Мне не приходится сейчас решать вопросы воспитания Моя задача выполнить свою миссию, роль как бабушки Ну, я думаю, что на это обязательно найду свое личное время Рядом со сквером очень много учебных заведений Это гимназия номер 2, номер 4, политехническая школа гимназии Вот молодые люди тоже очень интересуются Собственно, основные вопросы это Как же вы учились, да, как им стоит распределять свое время Пожалуйста Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Вот как сдать ЕГЭ на 100 баллов? В наше время не было такого экзамена ЕГЭ Поэтому, как сегодня стать на 100 баллов? Это учиться каждый день Это очень много дополнительных занятий Определиться со своей профессией И в этом направлении только и проводить свое повышение, как бы, своих знаний Никого секрета нет, главное учиться и учиться Да Ну, следующий тоже вопрос Как вы учились в школе? Как вы учились в школе? Да Училась в школе я нормально, на 4-5 Конечно, это были другие времена, другие требования Но, тем не менее, учиться надо всегда И даже если ты закончил институт, университет, надо продолжать учебу И в школе я, конечно, очень активно участвовала в общественной жизни Класса, школы, города И поэтому сегодня тоже дети точно так же должны поступать И если раньше у нас была пионерская организация, комсомольская организация То сейчас у нас, допустим, в России есть общероссийское движение школьников Где точно так же можно проявить себя в разных направлениях Ну, следующий, последний вопрос тоже от молодых людей Которые, может быть, еще не определились с выбором профессий Какие у нее были планы, когда она училась в школе? Кем она хотела стать? Да, учились хорошо Кем стать-то хотели? Да, ведь дети всегда мечтают о своих планах Я не мечтала, естественно, быть главой города или депутатом Такого представления в моей голове не было Но, тем не менее, я хотела хорошо знать английский язык и быть стюардессой Я хотела очень активно работать, вернее, учиться Она актрису мне в свое время хотелось Ну и затем я все-таки решила быть экономистом Потому что я считаю это очень интересной профессией И я не зря ее выбрала Ну, в конечном счете, все равно на сцене, на политической сцене, да, города Чебоксары Тема благоустройства у нас тоже очень волнует многих Вот следующий вопрос посвящен ей Пусть закроют мусорки во всех подъездах Чтобы в подъезд не выкидывали мусор, а выкидывали на улицу Да, серьезная тема, что с этим? Я очень рада, что такая молодая девушка задала именно такой вопрос Я совершенно полностью согласна с тем, что не должно быть мусоропроводов в наших домах Потому что сейчас новое строительство не предусматривает мусоропровода в доме А мусорные сборники, они, конечно, разводят антисанитарию У нас крысы, мыши не изводятся, потому что есть кормовая база И что делать жителям? Надо принимать более 50% решения собственникам жилья, что они за закрытие таких мусоропроводов Дальше к кому им обратиться? В управляющей компании, чтобы они заварили эти люки? Да, все надо через решение собственников жилья Направляется в управляющую компанию И уже принимается на уровне, значит, управляющей компанией собственников жилья Решение о методе сбора мусора Ну и последний вопрос на сегодня Тоже пожалуйста Мне очень нравится, что у нас очень чисто, красиво И хотелось бы все так, что будет ли в дальнейшем такой же уход за городом Да, это тоже очень хороший вопрос Люди хотят жить в чистом городе, комфортном, удобном городе И поэтому у нас с 2017 года идет общефедеральная программа «Чистый двор» И у нас идет программа благоустройства дворов и общественных пространств Мы сейчас очень много обсуждаем с жильцами, собственниками домов и дворов О том благоустройстве, которое было бы очень удобно горожанам Если нам нужны скамейки, нам нужны урны, тротуары, малоархитектурные формы, спортивные сооружения Это мы все обсуждаем со всеми проживающими во дворах И определяемся, где же будет установлено место для того или иного вида отдыха И сейчас, в общем-то, мы должны подготовить 47 дворовых площадок К благоустройству именно в 2017 году Парки и скверы также входят в эту программу И три парка в этом году мы должны обязательно вести в действие Город не только останется таким же, он станет еще лучше Да, мы планируем, что вот эта программа нам еще больше позволит сделать для комфорта Проживание именно в чистом, прекрасном городе Чебоксары Ну что ж, спасибо Я напомню телезрителям задать вопрос очень просто Нужно просто не потесняться подойти к нашей съемочной группе Когда увидите, что мы работаем на улицах нашего города Быть или не быть в городе ряду киосков и ларьков Вот в чем вопрос, который депутаты Чебоксарского городского собрания решали на протяжении двух заседаний Как это было и чем закончилось далее Таких аншлагов, когда сидячих мест хватило далеко не всем желающим поприсутствовать На заседании Чебоксарского городского собрания депутатов Большой зал город администрации не видел давно Ажиотаж вызвал один из вопросов повестки дня А именно изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов Проще говоря, ларьков и киосков Изменения в данный документ депутаты вносят регулярно Что-то добавляют, что-то убирают Однако в этот раз из схемы планировалось исключить более 300 объектов А исключение из нее означает снос Те, кто был против, а это предприниматели и представители торгово-промышленной палаты В качестве основного аргумента приводили ущерб, который будет нанесен городской казне На территории города Чебоксар сократятся не только нестационарные торговые объекты Но и количество предпринимателей Что повлечет за собой соответствующие последствия, связанные с финансовой составляющей Именно в части бюджета города Мы следуем и предлагаем собранию депутатов обратить внимание Что схемы должны утверждаться действительно опытными местными самоуправления Но при этом данные схемы должны учитывать интересы не только административного большинства Скажем так, административной власти Но и самих предпринимателей и также горожан Думать надо не только о казне, считают сторонники сноса Мы с вами живем в современном, стремящемся к лучшему городу Поэтому архитектурно-планировочный стиль города Он здесь также очень важен для принятия решений Депутатский корпус, как водится, раскололся на два лагеря Я предлагаю отложить этот вопрос Решить оперативный вопрос по закрытию тех точек, которые не востребованы И посмотреть по тем точкам, которые реально работают Может быть там стоит наоборот, если нормальный предприниматель, если нормальную деятельность осуществляет Может наоборот стоит помочь оформить все документы и оказать содействие в развитии бизнеса Мы проанализировали предложения глав районов Московский, Ленинский, Калининский район Посмотрели жалобы, какие были Наверное невозможно учесть все интересы Но максимально я считаю, что депутаты прислушались и сохранили те нестанциональные объекты, которые останутся в схеме Город это делает для того, чтобы навести некий порядок Потому что по многим нестанциональным торговым объектам нету Закончились уже договоры аренды По некоторым вообще их не было Некоторые не соответствуют архитектурному облику И конечно в этом плане порядок наводить надо Это нормальная работа, она делается ежедневно, постоянно, в рабочем режиме Поэтому никаких здесь эксцессов в этом вопросе нет Голосование спор не разрешило За проголосовал 21 депутат Для того, чтобы решение было принято, необходимо минимум 22 голоса Так что баталии продолжились на следующем, 19 заседании Почему нельзя за несоответствие каким-то требованиям предложить что-то изменить Наштраховать, наконец, обязать, поставить условия А не пресекать предпринимательство в нашем городе На предыдущем городском собрании вот эта тема по киоскам была одна из очень таких щепетильных И многие депутаты как и высказались за, так и высказались против Вот я тоже считаю, что нужно к этому подходить аккуратно Я буду голосовать в зависимости от того, если услышали позицию депутатов, которая была высказана в предыдущем собрании, то я, естественно, поддержу Так или иначе, несколько человек изменили свое решение Изменения в схему приняты со счетом 26 за, 7 против и несколько воздержавшихся Куда более дружно депутаты принимали другие решения, которые должны улучшить жизнь горожан Речь про пассажирские перевозки и размещение наружной рекламы То, что Остап Бендер назвал двигателем прогресса, в наше время может стать и убийцей архитектурного облика Речь про наружную рекламу Еще 4 года назад депутаты серьезно взялись за рекламные щиты Тогда они утвердили схему размещения рекламных конструкций, в которой прописали не только места установки, но и типы конструкций, площади рекламных полей и технические характеристики Теперь предстоит навести порядок в области размещения рекламы на фасадах зданий Сейчас прописываем в первую очередь уточнение, касающееся вывесок и наружной рекламы Мы сейчас упорядочим, как вывеска должна быть там на определенном фасаде расположена Где должна быть определенное расстояние от, до, там вот такие вот вещи Кроме всего, у нас есть историческая часть города Есть объекты культурного наследия, где не должно быть вакханалия среди предпринимателей, которые как бы захотели, так и сделали бы наружную рекламу или там вывеску В этой части тоже очень четко все прописано, где можно, где нельзя, какого цвета должно быть Очень много поступает жалоб от жителей, когда там яркая вывеска светит ночью им в квартиру, что тоже в принципе неправильно За данные изменения в правила благоустройства проголосовали все присутствующие депутаты Такой же единодушие они показали в опросах об изменении положения об организации пассажирских перевозок А именно о диспетчерском управлении общественного транспорта В положение вносится требование к перевозчикам об оснащении транспортных средств системы спутниковой навигации ГЛОНАСС И передача всей необходимой мониторинговой информации в центр диспетчеризации пассажирского транспорта Данные нормы касаются прежде всего маршруток Город четче начинает выполнять свои функциональные обязанности, как хозяина, можно сказать Потому что спрос-то с него, спрос-то с города Если город не будет эти вещи нормировать и не будет носить нормативные акты, это называется хаос Не будет такого, что на одном маршруте, где должно быть 6 машин, а ездит всего лишь только 2 А на другом маршруте, где должно быть 5, их ездит 10 Вот мы боремся за это, понимаете? Да, у них у всех будет свой нормальный график Мы не хотим, чтобы у нас в городе была вот эта безобразная езда наших маршрутных такси Которые друг друга обгоняют за то, чтобы воспользоваться правом быстрее посадить какого-либо пассажира Мы за то, чтобы был порядок И еще в депутатском составе замена на место Константина Степанова, который стал депутатом Госсовета Республики, пришел коллега по партии Эдуард Петров Кстати, за решениями народных избранников в этот раз наблюдали не только журналисты На собрании присутствовали представители молодежной палаты при ЧГСД и первый раз участники проекта «Я молодой депутат» И окунуться в эту атмосферу всего собрания, это очень интересно Не только эта атмосфера, как они голосуют, кто за, кто против, это очень интересно Я надеюсь, что ребята все-таки впечатлились той обстановкой, тем духом, который существует на собрании депутатов И я думаю, что мы еще не раз будем присутствовать на таких собраниях Потому что участвовать в жизни города, участвовать в создании или присутствовать даже на каких-то создании законопроекта Это здорово, это важно, и все-таки это, наверное, вдохновляющий момент в их жизни О наведении порядка в городе не только будем говорить с депутатом Чебоксарского городского собрания Владимиром Радином Владимир Анатольевич, здравствуйте Здравствуйте, Ольга Ну, наконец, в Чебоксарах наступила весна Весной, как никогда, хочется видеть город красивым, благоустроенным Если касаться вашего округа, какие мероприятия запланированы в рамках разных федеральных городских программ? На данный момент в городе действует программа формирования комфортной городской среды В рамках этой программы из федерального бюджета выделено порядка 150 миллионов рублей И также выделены средства из муниципального бюджета Это немножко другая программа Город определил несколько общественных пространств, которые подлежат благоустройству Проводятся публичные обсуждения по этим пространствам, где люди высказываются, что бы они хотели видеть, какие-то свои замечания, предложения И это, конечно, будет учитываться Общественные пространства, что это за территории? Ну, это различные скверы, парки, площадки, которые предусмотрены где-то для отдыха, где-то для развлечения Детские площадки, где-то скверы, скамейки, чтобы люди могли там отдохнуть У вас на территории округа тоже есть такие территории, которые будут преображаться? Ну, мы определили две площадки по улице Девятой Пятилетки и по улице Ивана Яковлева Общественные обсуждения по улице Ивана Яковлева прошли 17 апреля 27 апреля пройдут общественные обсуждения по улице Девятой Пятилетки Одной из городских проблем, в частности, вашего округа, я помню, да, это являются разливайки Вот я слышала, что теперь торговать алкоголем в жилых домах в Чувашии разрешат только ресторан Как к этой инициативе относитесь? Под раздачу могут попасть добросовестные предприниматели, оказывающие, скажем, полноценные и качественные услуги населению А недобросовестные предприниматели могут также перейти в какое-нибудь соседнее нежилое помещение И организовать и не разливайку там Было бы правильно, на мой взгляд, все-таки создать такие условия, при которых данные предприятия в принципе не могли бы существовать То есть не могли бы удовлетворить нормативам, подходящим для деятельности нормального кафе Кроме того, соответствующим органам, я думаю, что надо повнимательнее относиться к выдаче лицензий И смотреть, кому они выдают Иначе складывается парадоксальная ситуация, что одни органы власти выдают, грубо говоря, всем подряд лицензии на право продажи алкоголя А другие органы, в том числе и мы, пытаются с этим бороться Ну да, здесь именно смущает, наверное, формулировка рестораном То есть у нас действительно есть какие-то приличные кафе, которые существуют в домах Есть какие-то действительно разливайки, которым этот запрет не помешает, наверное, вести эту деятельность Да, конечно, ресторан подразумевает какой-то определенный уровень Но есть и простые кафе, попроще уровнем, которые, я еще раз повторюсь, оказывают качественные услуги И, подпадая под запрет, мы просто нарушаем чьи-то права и предпринимательскую деятельность В общем, нужно бороться, но осторожно, да? Конечно, ко всему нужно подходить выверенно Вы депутат активный, мы несколько раз с вами встречались на ваших интересных мероприятиях Я знаю, что прошлым летом вы устраивали такой мероприятельный конкурс среди жильцов на самый зеленый, самый цветущий двор На этот сезон, весну, лето, какие планы у нас? На самом деле, в прошлом году мы проводили конкурс «Цветущий дворик», который вызвал огромный интерес у неравнодушных жителей нашего округа И в этом году, в год экологии, мы, конечно, не можем обойти его стороной Ну, он станет традиционным, видимо, да? Да, конечно, мы хотим сделать его ежегодным И в ближайшее время мы разошлем письма директорам управляющих компаний и председателям Совета многоквартирных домов О начале приема заявок на этот конкурс Ну, то есть люди начнут готовиться, да? Уже высаживать какие-то... Да, конечно, наступает весна, но я надеюсь, скоро она наступит И это сезон благоустройства, скажем так, прилегающей территории Ну, я вот помню дворы, я думаю, что зрители наши тоже, на самом деле, помнят эти дворы Очень действительно красиво и в Новоюжном районе, мне кажется, в том числе благодаря вам стало жить веселее Да, спасибо большое Это о хорошем, наверное, теперь немножко негативе С чем обращаются, с какими проблемами чаще всего обращаются жители вашего округа? На что жалуются, что просят исправить? Как правило, жители моего округа не отличаются от жителей города в целом И проблемы у всех одни В основном, конечно, это проблемы ЖКХ Дело в том, что различные поправки к закону, регулирующие взаимоотношения собственников многотвартирных домов С управляющими компаниями, а также с ресурсоснабжающими организациями Вносятся в последнее время достаточно часто И люди просто не в состоянии вовремя во них разбираться То есть не успевают вникнуть Мы с моими помощниками, конечно, эти вопросы помогаем им раскрыть С правовой точки зрения проводим необходимые консультации Нужно отметить, что в моем округе, что радует, много активных жителей Которые собирают собрания многотвартирных домов По вопросу работы с управляющими компаниями При необходимости о смене управляющих компаний Мы, конечно, всячески этому помогаем, стараемся помогать Если это решение принято большинством собственников То, конечно, стараемся брать на особый контроль эту работу В рамках, конечно, имеющихся полномочий Спасибо огромное Спасибо Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Владимиром Радиным Это была программа «Местное самоуправление» До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин